Приветствую вас, дорогие друзья! Надеюсь, с вами и вашими близкими в такое нелегкое время все в порядке. Сейчас поговорим с вами про биткоин. Давайте взглянем на ту ситуацию, в которой мы оказались. Напомню, мы находимся в ситуации нисходящего расширяющегося клина. В данном клине мы с вами можем обнаружить восходящий треугольник. Также мы определили, что цена должна дойти до верхней линии сопротивления в данном восходящем треугольнике. После этого цена решит, либо она отскакивает и идет вниз, либо пробивает уровень, ретестит и двигается дальше вверх. Если с отскоком и падим вниз, более-менее все понятно, пробой, ретест и соответственно движение вниз до 35, далее 33 и ниже 30 тысячам долларов за биткоин, то с ростом не все так явственно. Но и эту загадку мы решаем. Если все же цена пробивает, соответственно мы с вами можем прийти в район, который обусловлен данной горизонталью. Значит, скорее всего, после пробоя импульс на движение дойдет до района 44 тысяч 500, после чего отскочит на ретест пробитого уровня, после чего, скорее всего, направится дальше пробивать данный 44 тысячи 500. Но если ретест окажется неуспешным, то мы направимся с вами снова вниз. Также мы можем пойти на ретест 44 тысяч 500 и тоже направиться вниз, как это было здесь, здесь. То есть мы уже бывали в данной ситуации. Сейчас же я рекомендую запомнить то, что мы нарисовали. Двигаемся дальше. Мы с этим сейчас столкнемся. Теперь обратите внимание, мы фиксировали данный восходящий треугольник в нисходящем тренде. Мы знаем, что в этом восходящем треугольнике есть очень мощная зона сопротивления, то есть верхняя степиар-линия, плюс штрих-пунктирная линия, это уже сложившаяся достаточно мощная зона сопротивления на 42 тысячах долларов за биткоин. И этот коридор биткоину не удавалось преодолеть уже вот как три раза. Сейчас, возможно, будет четвертая попытка. А вы помните, что вот только что мы рисовали, и данная горизонталь как раз таки отражается в районе 44 тысяч 500 долларов за биткоин плюс-минус. Соответственно, цена может абсолютно точно, если пробивает данную линию сопротивления, ретестить, дальше идти на тест 44 тысяч 500 долларов за биткоин. И уже от этой зоны либо снова отстреливает вниз, либо пробивает, ретестит и дальше двигается вверх. И тут у нас вопрос, до какой высоты мы можем подняться? Мы уже неоднократно говорили, подтверждали, определяли потенциал из различных фигур, исходя из технического анализа, что это район 47 тысяч долларов за биткоин. Например, R1 линия как раз таки и находится в этом районе 47 тысяч долларов за биткоин плюс-минус. Но если мы сейчас взглянем на то, что происходит прямо здесь на биткоине, давайте спустимся для этого на 4-часовый таймфрейм, то вы можете увидеть здесь почти сформировавшееся двойное дно. Двойное дно это разворотная фигура. И так как она сформировывается на 4-часовом таймфрейме, это говорит про локальное движение, то есть не глобальное, а локальное, краткосрочное, в районе нескольких дней. Значит, мы должны определить потенциал. Итак, давайте посмотрим, докуда мы можем дойти. Итак, переставим зону пробоя, если он будет, друзья, если он будет. Итак, вы видите 47 тысяч долларов за биткоин плюс-минус, как раз таки район R1 линии. То есть от 47 до 48 тысяч долларов это вполне реальное движение для биткоина в рамках данной локальной волны Эллиот. Поэтому это уже 1086 подтверждение того, что биткоин может и способен в рамках этого локального роста подняться до 47 тысяч долларов плюс-минус. А импульсным движением его всекольнуют 48, после чего с высокой долей вероятности направится вниз. Но чтобы дойти до 47 тысяч долларов, ему все еще предстоит преодолеть достаточно серьезные препятствия в виде данной зоны сопротивления, данной верхней CPR линии и, конечно же, пробой, ретест, успешный, 44 тысяч 500, точно так же мощнейшие зоны сопротивления. Если посмотреть на экспоненциальные скользящие, 200-е красное, 50-е зеленое, то мы можем увидеть, в данном месте произошел крест смерти, смертельное пересечение. Это когда 50-е экспоненциальные скользящие сверху вниз пересекают 200-ю скользящую. Соответственно, вы можете видеть, что мы находимся в медвежьем тренде. И вот сейчас наша свеча пробила и закрылась выше 50-й скользящей. Дальше что произошло? Именно сегодняшним днем мы тестировали, мы тестировали данный пробитый уровень. На момент записания видео мы видим, что тест оказался успешный. Соответственно, локальный рост биткоина продолжается. И, возможно, мы дойдем до 200-й экспоненциальной скользящей и отскочим от нее вниз, как это было здесь, как это было здесь. То есть, 200-я скользящая выступает в данной ситуации как очень-очень-очень мощная зона сопротивления. Итак, тогда давайте определим место сопротивления, исходя из 200-й экспоненциальной. Предположим, это место здесь. Значит, это район 44 200 долларов за биткоин плюс-минус. Что снова, в свою очередь, совпадает с данной горизонтальной линией, которую мы определили в виде сопротивления. Она находится на 44 500. Друзья, сейчас хочу предложить вам две самые лучшие биржи. Это Bybit и Femex. Регистрируйтесь от меня по данным ссылкам и получите бонусы, а также возможность участвовать от меня в различных денежных акциях. И совпадает, в свою очередь, данные верхней линии сопротивления восходящего треугольника. Обратите внимание, 44 500. Слишком много совпадений, не правда ли, друзья? Сейчас я добавил 20-ю экспоненциальную скользящую. Голубенькая. Обратите внимание. И вот важный момент. Если произойдет ситуация, при которой 20-я экспоненциальная пересечет снизу вверх 50-ю скользящую, это будет говорить о достаточно мощном локальном движении, который практически в 100% случаев продлится до касания и импульсного пробоя 200-й экспоненциальной скользящей. Как это было, опять же повторюсь, здесь и здесь. Поэтому вы можете и сами следить за данным моментом. Но так как у нас еще день не закрылся, у нас еще впереди полдня, то мы можем закрыться ниже данной 50-й экспоненциальной скользящей. Это будет говорить о том, что ретест оказался неуспешный. И скорее всего мы можем с вами отправиться вниз. Что будет являться в свою очередь не совсем правильным движением, исходя из технического анализа. Так как мы должны хотя бы коснуться данной линии сопротивления, то есть верха данного нисходящего клина. После чего вполне реален и вполне закономерен отскок. Либо пробой, как мы уже говорили об этом сегодня и все эти дни. Сейчас для тех, кто хочет использовать такой индикатор как CPR, я хочу показать свои настройки, так как меня об этом уже сегодня просили. Также обратите внимание в описании под видео на две биржи. На биржу FEMIX вы можете получить без депозита 36 долларов. Видео прилагается. Также вы можете торговать на бирже Bybit и FEMIX, где самые идеальные комиссионные условия, то есть самые минимальные комиссии, плюс прекрасные акции. Зарабатывайте и торгуйте. На сегодня все друзья. Подписывайтесь на канал, вступайте в мой Telegram. И обязательно пишите свои комментарии. Я с удовольствием их прочитаю. Берегите себя и своих близких. Увидимся.